народ всем привет итак вторая серия проекта ювелир с нуля 20 что такое что проект ювелир с нуля я взял 5000 рублей часть денег потратил купил металл часть денег купил инструменты и иду к своей цели 1 миллион рублей и хорошо оборудованная ювелирная мастерская до 31 декабря этого года кто-то скажет это цель недостижимо кто-то не скажет недостижимо но нынешних реальных я сам не знаю как это сделаю если как шло в прошлом году то примерно плюс минус были шансы велики сейчас не знаю но мне самому от этого интересно и поэтому я сразу же бегом после первой же серии снимаю вторую серию и так почему шапар у меня сейчас на данный момент пока нет заказов что нужно делать именно под заказ сейчас нужно чем-то заниматься и мне скучно я не тот человек который буду сидеть и меня появился инструмент я вам показывал предыдущей серии анка благодаря этому инструменту и фильере я могу большую часть процесса сделать сам и показать вам как я делаю плетение шапард вы все любите я люблю вот я сам нашу цепочку плетения шапард у меня принципе по большому счету все есть и так я делаю плетение шапард параметрами 2 и 1 проволока на 3 4 миллиметра вики почему такие параметры все очень просто я могу протянуть через эту фильеру он у меня до 2 и 2 в диаметром проволоку то есть вот сейчас вы все увидите подготовку и намотать на ригель 3 4 у меня есть ригель 3 4 все заказа нет просто делаю именно вот это плетение именно этих параметров я сейчас заказал проволоку я отдал проволоку 100 грамм чтобы мне вытянули диаметром 2 миллиметра цифрами потом в конце мы разберемся я вам все покажу расскажу куда я потратил за эту серию и так я сейчас хлопну уже на этом месте буду сидеть серебряной проволокой диаметром 20 погнали погнали так для вас прошло это секунды для меня это дни ожидания в общем вот у меня проволока диаметром 20 что мы сейчас будем делать у меня сейчас есть на вальцах ручьи я сейчас вам подробно все покажу как делаю это я и не буду ни с кем спорить там я не с ее никому ничего не доказываю я показываю как делаю это я делюсь своим опытом и не призываю вас тому что это самый лучший способ и так далее я выбрал для себя для меня это самый лучший способ самый удобный самый быстрый как будете делать это вы может вы что-то модернизируете делитесь а я пошел заниматься так ребят я прикрутил вальцы и сейчас я буду прокатывать вот здесь вот профиль самый маленький профиль который мне подходит для ручей ручьёк под но это как обручальные кольца но мы будем делать под колечки шапард нелегкое это дело ювелирное дело пардон замок автологию короче говоря у нас получается следующая картинка у нас получается сегмент такой как обручальное кольцо но и это еще не все вы скажете а почему расчет 2 и 1 а проволока 20 так это только ребят начало заготовки вы думаете прокатали и все нет нифига вы берете нашу проволоку делим ровно напополам плоской частью наружу я сейчас все поближе вам покажу сжимаете прям сильно выглядит это вот так вот вверху полукруг внутри плоская то есть получается у нас форму как обручальное кольцо далее мы вот так вот сгибаем сгибаем просто неудобно на камеру это все делать сейчас вот так попробуем примерно это вот так вот выглядит далее берем проволочку и вот так вот прям плотненько обматываем примерно вот так вот а вот эту часть мы сейчас запаяем и дальше по будем тянуть и поймете вы для чего там все это делать заготовка и так я распаковал свою горелку это первый будет запуск пробный значит заливаем бензин любых вас товарах галоша калоша которые только ее не обзывают мы немножечко наливаем потом ненадолго хватит будет это экономичнее чем пользоваться горелкой горелкой будет удобно наверно паять шаппорт ни в чем не знаю сейчас все будем тренироваться пробовать сначала прогреваем флюс чувствую что горелка будет огонь мы доводим до кипения наш плюс плюс напомню состоит вода и бурак больше ничего не надо для серебра и сейчас мы запаяем наш кончик шаппорда мне уже не терпится посмотреть какой он будет красавчик прямо не знаю обожаю шаппорды делали так вот наш этот кончик макаем во флюс и запаяем припоем которые нам дали давайте попробуем средний припой из предыдущей серии человек прислал старался значит надо опробовать что это такое как он все будет вести ну видам сейчас свою оценку надеюсь вы не разучились паять за это все время пока не было в серии на самом то деле пайка это самый-самый-самый основа неважно чего будете делать кольца серьги так далее так вы нагреваем кончик до красна и потом подносим припой припой достаточно тугоплавки так вот и на ваших глазах я запаял наш кончик я взял на вальцах забыл заснять на вальцах прокатал вот застрел кончик как я это делал я брал прокатал чуть-чуть отпустил прокатал отпустил уменьшил и таким образом как бы грубо говоря заточил вы можете не катать я просто делаю из экономии потому что если вы в золоте это будете делать то вам важен угар вам прям важно будет катастрофически важно следить за такой фигней теперь наша задача протянуть и вот тут начинается самое интересное что у меня есть у тебя нет тисков чтобы протянуть и я воспользуюсь старым дедовским способом вы наверное догадались какой если нет сейчас я вам все покажу нужно будет фильерная доска плоскогубцы и табуретка да да обычная табуретка и так у нас есть табуретка вот есть фильерная доска есть плоскогубцы вы можете конечно вот так вот положить на боку мне повезло мне просто есть эта ручка специальная такая знаете вот братца походная табуретка я беру и снизу продеваю вот так вот продеваю проволоку надеюсь видно наступаю ногой и начинаю тянуть тяну сразу 2 вместе вот видите и вот что у нас получается смотрите вот такие вот две четкие полу сферы сейчас я дотяну до 2 и 1 уже снимать не буду в общем все то же самое чтобы быстрее было сейчас и быстренько дотяну и накручиваем на наш ригит ну чтож теперь время накручивать на наш ригель мы берем вот этот кончик который спаяли таким трудом запаяли просто берем обкусываем кусочками не выбрасываем естественно не выбрасывая берем наш шуруповерт ригель зажимаем и накручиваем ну я думаю надеюсь что не надо рассказывать какой стороной нужно накручивать накручиваем конечно же той стороной плоской вот к переделил вот смотрите видите вот так вот и плавно берем накручиваем не спешим самое главное что было примерно выглядело вот так видите все очень плотно все звенья очень плотно накручены это вот нас похоже бракованное звено ну ничего от распилим выкину наматывайте а я пока тоже намотаю спокойно просто неудобно снимать и накручивать в общем мы накрутили с божьей помощью вот такие вот у нас получились заготовочки и теперь наша задача ровно четко распилить как мы это делаем мы берем финагель напоминаю те кто не помнит те кто помнит повторение мать учения у меня нет поддона я беру вот такую штучку куда будут падать звенья и опилки опилки мы как тоже напомню собираем беру наш лобзик который мы приобрели там какой-то серии и просто начинаю пилить вот должны получиться вот такие вот на заготовочки это еще не все это далеко еще не шапани звенья шапарда еще с ними работать и работать ну что ж мы напилили наши звенья вот они баночки здесь похоже не на одну цепочку а скорее всего на 2 но в этой серии точно сделаю пока одну цепочку что делать дальше звенья получается вот так вот да то есть вот когда вы распиливали получается скрылины и вам ваша задача просто вот выровнять чтобы они были идеально не было зазора ничего просто отбить каждое звено как это сделать каждый делает по-разному кто-то берет выгибает плоскогубцами так далее но когда вы выгибаете плоскогубцами внутри у вас получается неровный диаметр у вас получается смещение кривой и в итоге когда вы может быть вы смотрите что ровное звено но когда вы собираете в цепочку в полотно она у вас получается винт это уже ну я такую работу не принял и что для этого нужно я взял вот такой нашел вот такую штучку типа арматуры не арматуры отпилил кусочек 4 сантиметра вот это достаточно должен быть твердый металл но отпущенный мягкий чтобы мы сейчас его из этого металла сделали боек как боек делается все очень просто мы берем дрель или шуруповерт это что у вас есть зажимаем ту часть которую мы будем точить берем ну я взял вот этот вот убитый надфиль и начинаю делать приспособу идея здесь очень простая ваша задача сделать следующим образом сейчас я вам нарисую на листе покажу примерно как это делать схему и так сейчас я вот на листе попытаюсь вам объяснить смотрите вот я взял отпилил кусочек 4 сантиметра и теперь наша задача вот у нас вот этот пруток наша задача как такая на токарном станке вытащить вот такую вот штучку вот так вот чтобы она была вот такой вот боек да и вот этот вот диаметр должен быть равен диаметру ригеля то есть у нас получается ригель 34 то есть получается вот эта часть она должна у нас быть равна 3 и 4 миллиметра и просто вы берете включаете дрель просто вот так вот подносите и стачиваете до тех пор пока у вас вот этот вот кончик вот этот вот не будет равен 34 какой делать вот эту высоту тут надо смотреть по вашим заготовкам там и так далее но я делаю в ширину вот самого кольца вот кольцо там например толщина точнее 2 миллиметра значит делаю 2 миллиметра все вот так вот мы делаем боек и дальше мы уже после того как сделаем боек отбиваем каждое звено каждая и у вас получается что она выравнивается вот смещение она выравнивается и будет внутренний диаметр идеально ровный ну и соответственно наружной все будет окей и когда вы соберете цепочку вот так уберете отвешиваете и она просто идеально ровно получается вот такой вот форму будет вот так вот как якорная цепочка ну что погнали выглядит примерно так что повыше было беру зажимаю на дрели есть такая функция зафиксировать вы когда зафиксируйте он просто будет работать это у меня и просто не получается у меня ну будет неудобно скажем так я сниму сколько смогу потом просто чуть придумаю не знаю мне просто нет даже такого бойка поэтому придется в любом случае делать я хотел сделать из пуансона честно говоря мне жалко пока пуансон и я хочу оставить его приберечь на такую свою идею кстати вот хотел бы с вами вот о чем поговорить поделиться вот я делаю одни цепи и браслета да все ручное плетение круто но вот я всегда думал еще чем заняться делать кольца прямо зайти вот такие вот широкие обручальные кольца но не просто вот гладких от полированы они тоже да вот имеют место быть ну например взять кольцо и нанести сверху какую-то фактуру красивую сделать например под камень или например под дерево или например там не за что-то проточить и вот сделать такую коллекцию к кому этих самых колец вот этих коллекцию колец например вот этим пуансона можно сделать знаете вот набить как кратеры маленький вот широкое кольцо и прямо молотком бьешь и получается это сильнее ударил где-то они получаются неравномерные получатся внутри все идеально от полирована шлифована с боков от поля от полирована шлифована а снаружи какая-то офигенная фактура я честно вам рассказываю мне же самому захотелось я скорее всего что после вот этой серии следующие пока там буду ждать заказов кто-то там купит эту цепочку и так далее попробую сделать это кольцо ну а во всяком случае это будет необычно для вас познавательно а для меня это интересно но только нам нужно купить какие вещи там ригеля что-то мы говорили нужен молоток наверно побольше еще что-то но я подумаю очень прикинула все приобрету потому что в основном сейчас вы не можете купить что в магазине опять же только через интернет можете заказать себе на дом там не зайти или вот я сейчас заказал тигель полировальную пасту полировальный круг что там еще заказал ну в общем короче говоря ряд таких вещей которые мне необходимы для того чтобы делать украшение показывать там как валют самое дальше двигаться на юле продаются ригеля для колец почему бы и нет подъехал к человеку спать спустился маску отдел пошел рассчитался на карту закинул забрал ушел все ты у меня получится будет ригель я попробую приобрести в общем короче напишите в комментариях как вам эта идея я посмотрю если вам это понравится идея я займусь этим вопросом ну просто сейчас и мне тоже очень нравится очень хочется запустить такую интересную коллекцию ладно слу меньше слов больше дела погнали получается примерно вот так вот как я могу проверить это вообще работает или не работает я беру вынимаю беру звено немножечко при плюс ну это я так делаю можете также делать получается примерно вот так вот то есть вот есть наверно вот видно будет вам такую ступочка как проверить вообще это рабочая тема или нет вы берете любое звено чуть-чуть это я так делаю приплюскиваю потом нахожу подходящую для меня луночку эту и отбиваю постучал да наша тема получается свело колечко свело фугу мы теперь занимаемся отбивать кольца я сейчас немножечко шлифанул наждачная бумага меди это кусочки валяются прям чтобы слетала колечко хорошо и не зацеплялась все и дальше часа три-четыре сидите просто тын-дын с двух сторон отбиваете что у вас получались все кольца идеально ровные сейчас на данном этапе отбиваем все кольца чтобы они все были вот ну отбиты вот как я вам сейчас показал сведенная фуга ровный внутри ровно и снаружи дальше я вам все покажу в общем смотрите я отбил какое-то количество и сейчас хочу попробовать собрать кусочек посмотреть как это получится что я буду делать я возьму разделю на две кучки одну кучку отожгу а вторую кучку запаяю включаем нашу горелку и погнали я макаю во флюс колечки подпаиваю и так мы делаем все наши колечки в половину вот половину у нас есть готова да а вторую половину просто вы к макайте во флюс просто отжигаете нагреваете пишет горелка удобнее же паять чем газовой горелкой маленькой тоже кстати газовая удобно тоже напаяет точечно очень хорошо так что для начала тех кто пользуется газовой не переживайте просто у этой возможности больше и уже можно плавить ну правда на ранее этой горелкой а вот той которым не подарили есть скорее всего буду плавить тем не менее вот так вот это вот просто отожженные колечки а это запаянное дальнейшем и конечно же вторые запаяем ну это вам просто чтобы показать как это должно выглядеть смотрите везде припой равномерно растекся все нормально так что а здесь еще нет припоя теперь мы берем вот эти вот колечки которые отожженные берем круглогубцы немного разводим стороны немного настолько чтобы просто пролезло колечко и вставляем первое звенье вставляем и 2 2 запаяны колечко 1 2 и сводим сводим настолько чтобы вот прям вообще вот плотно плотно было чтобы просто капельку припоя положили и все было хорошо и так вы продолжаете собирать все в длину если берете просто раскрыли вставили одну которая запаяна и дальше берем раз поджаре вот уже получается у нас соединила только пять звеньев и так мы собираем наш apart сейчас я вам поближе покажу как это все выглядит вот наши звенья уже часть папа уменьшились этот не запаяны это запаяны вот так вот шаппорт передел ровно висит так если посмотреть так сверху если посмотреть видите четенько висит и так будет у нас такая же цепочка четкая ровная так далее вы не спешите самое главное качественно отбить дальше качественно запаять и тогда у вас будет успех давайте продолжайте а я пошел дальше собирать и так смотрите для вас нам вы даже на раньше чай не успели выпить а я уже собрал вот цепочку осталось несколько звеньев сейчас до собираю и будет готовая цепочка останется пропаять через одно звено получается помните до который вот я сжимал вот это вот это вот это пропаева и все у нас готовая цепочка далее отбеливаем какой замок пока еще не придумал скорее всего буду сам делать вот как я вам показывал свой у меня мой колечко и палочка да такой час это модный замок и он подойдет к этому плетению и потом дальше после отбила нам нужно будет каждое звено пройтись вместо спая чтобы он было прям идеально а так вот вот получается вот такая вот цепочка смотрите она вся ровная четенькая видите вот то есть вот линия да вот как бы не крутили получается все ровненько вот так вот так видите вот даже вот сейчас четко понятно что цепочка ровная так тоже цепочка ровная причем я не тяну просто растянутся почку вот показать вам вот она должна быть вот такая вот смотрите я собрал цепочку мы же помним что у нас получается запаяна через одно кольцо и теперь задача очень простая нам необходимо вот эти кольца которые мы не допаяли запаять далее мы обрабатываем ставим какой-то замок и по большому счету цепочка готова и так я беру пока его флюс разогревая его обязательно разогреваю и пропаиваю я пропаяю сейчас вам несколько звеньев покажу как я это делаю а дальше уж ну просто за кадром просто не очень удобно снимать и паять поэтому тренируйтесь учитесь самое главное это пайка чтобы не паять там по одному колечку там выкладывать выложил самый пропаял я беру и выкладываю ну например там пять звеньев так руками выкрутил положил поправила если что-то там сместилось и паяю пламя должно быть тоненькая вам нужно греть именно место место которое вам нужно пропаять почему потому что придется соседние звенья уже с припоем и они могут вас схватиться вас получится уже целая палка они цепочка которая подвижная поэтому греем именно само место стыка куда мы будем класть припой запоминаете припой течет туда где самая большая температура и вы проходите всю цепочку проверяете каждый звено про запаялась а как вы проверять будете но я сейчас чуть попозже вам покажу пока паяем теперь пока цепочка отбеливается я пропаял ее всю я решил действовать следующим образом так как я собираюсь ее чернить чтобы внутренняя поверхность была черная дам я принял такое решение я сейчас полностью собирают цепочку и чтобы не делать одну и ту же работу когда я зачерню даже отшкурить сверху снаружи и звенья я сначала полностью собирают цепочку дальше я ее черню а потом уже буду шкурить и обрабатывать звенья чтобы уже подготовить под полировку для того чтобы мне закончить нужно сделать замок просто колечко и палочка да это очень надежный замок я ношу сам такой уже несколько лет и по большому счету никаких не чувствую как сказать ну то есть работает все четко и так я для этого беру у меня в заготовке осталось вот я проволочку для шапарда кусочек вот такой вот отрезал приберег и вам рекомендую складывайте выпуск хотя бы какие-то кусочки проволоки они вам потом последствия поймете ли чего не пригодятся вот такая вот проволочка 2 миллиметра и вот такая ну на вид где-то 1 и 2 миллиметра я сделаю колечки переходные и так сейчас я вам покажу что я буду делать часы поближе че делаю чертеж и так смотрите вот и спал из палочки 2 миллиметра которая я сделала такую перекладинку длиной 2 сантиметра просто по клеточкам возьму 1 2 от пилю и сделаю и сделаю из этой же 2 миллиметровой проволоки кольцо внутренний диаметр 8 миллиметра я просто взял снял чертеж со своего замка и делаю по нему я не знаю там расчет просто он работает поэтому зачем вы думаете велосипед поэтому я просто беру эти расчеты из этой проволочки я сделаю вот сюда колечко и также вот сделала сюда колечко и этими кольцами припаяю к цепочке и вот это это в другой конец цепочки и вот у нас получится вот такой вот замочек и так погнали значит первым делом и отпиливаем вот так вот два сантиметра второе мы скручиваем делаем колечко внутренний диаметр 2 и 8 я вот приготовил вот такой вот пуансон я примерил на линейке примерно вот так приложил вот примерно вот 8 миллиметров и есть вот если 10 миллиметров две клеточки вот чуть-чуть остается я к сожалению пока я не купил штангенциркуль нечем мерить плюс-минус и но вот даже вот 8 миллиметров и написано наверное это есть 8 миллиметров в общем вот так вот поэтому ребят давайте вы тоже там если делаете такой же замок повторяете погнали давайте потом сравним у кого чего лучше получится так сейчас отпилим сначала вот я кусочек выровняю теперь два сантиметра на линейке примерно вот получилась перекладинка далее беру пуансон и вокруг него так плотненько загибаем наши колечко вообще в идеале конечно отжечь поплотнее намотаете и на расчет так и сделаю сейчас берем горелку заодно отожжем проволочку которая для маленьких колечек колечки я не буду ни на какой ригель наматывать или еще что-то просто сделаю вот возьму круглогубцы сделаю на глаз примерно не самое главное чтобы они были небольшого диаметра мне просто чтобы так эстетически смотрелось в общем делать и два одинаковых колечка раз ну и таким же способом второе напишите кстати в комментариях насколько надежных по вашему мнению это замок надежный ненадежный какие-то ваши может быть кто-то пользовался таким замком ваше мнение просто любопытно смотрите ребят в общем я сделал цепочку она у меня черная я припаял замок вот он выглядит вот таким вот образом как он одевается просто вставляете хоп-хоп раз и вот смотрите вот так вот он будет выглядеть надежно то есть он не может просто в каком-то положении выскочить это достаточно надежный тут вопрос только именно эстетики кому-то нравится кому-то не нравится мне лично нравится потому что я вот на своей цепочке нашел точно такой же замок вот он просто чуть по-другому сделаны но суть его такая же я припаял обычным просто кольцом как я рассказывал в общем смотрите я как и говорил что я сначала почерню цепочку а потом начну обрабатывать чтобы не делать одну и ту же работу по два раза и теперь моя задача просто я возьму и каждое звено сверху обработаю место спайки и сверху пройдусь вот сниму черноту получается он все очень просто раз то есть вот так вот просто каждое каждое звено самое главное в этой ситуации знаете именно обращать внимание на место спайки вот его нужно просто больше всего лучше всего обработать а звено снаружи если вы правильно все сделали подготовили и при от того как отбивали не деформировали ваша задача просто пройтись и все просто снять черн и таким образом вы сейчас площадь проходим всю цепочку я сейчас выключаюсь обрабатываю сам каждое каждое звено это займет наверное два или три часа и дальше я включусь уже тогда когда буду полировать цепочку эту цепочку я не голтовал еще я просто взял после черни немножко соды пищевой добавил и вот так вот под водой потёр и вот такой получился эффект такое не он на самом деле очень нравится я бы такой бы оставил бы носил бы но не все так понимаю такие вещи поэтому сейчас я обрабатываю каждое звено раз полировать и будет самая лучшая цепь самый лучший шапа в общем примерно так выглядит цепочка после шлифовки внутри темная снаружи белая всем все все красиво теперь наша задача от голтовать и полирнуть голтовать я не буду я сейчас возьму соды опять патру все будет огонь и потом от полирую так благо у нас есть на чем смотрите в общем я взял цепочку так как я говорю в потёр с немножко с содой и теперь мы будем полировать мне пришлось интернет-магазина мой заказ это круг это паста полировальная я пользуюсь вот для серебра я точно могу вам сказать диалюкс вот выше крыши самое дешевое самое простое самое в общем самое надежное конечно же можно пользоваться пастой бои и так далее всем чем угодно я расскажу чем пользуюсь именно я потом не пришла вот такая маленькая досточка я потом вам покажу это для следующие там мои работаем тигель уже скоро будем плавить сами металлы и набор пилочек в общем вот это все пришло мне с интернет-магазина не надо мне писать как не в это время или я живу где-то вот каком-то там у нас с вами различие будет только в одном во времени вы заказали ждете 7 дней я заказал 3 дня я пока делал шаппорт снимал это все долго я уже давно сделал бы продал бы еще раз бы сделал бы но снимать постоянно выставляешь кадры свет и так далее и тому подобное стараешься для вас в общем ладно не суть полировка я хотел поехать в магазин купить черенок от лопаты и показать вам как я делаю приспособления но к сожалению не леруа не обе сейчас не работают поэтому соответственно я взял у ребят вот такую штуку приспособления для полировки что на себе представляет это кусок черенок черенка от лопаты забитый гвоздик и просто загибаете для чего это нужно цепочку может просто вас вырвать из рук и намотаться просто ваша работа пойдет по бороде у меня уж такое было и не раз ну ювелиры как бы все проходят через это поэтому мы делаем как бы такое приспособление для техника техники безопасности я потом сделаю я вам показываю сразу нормально я мог и вручную руками отполировать но я все равно вот эту штуку в общем взял у ребят берете и накручиваете плотно-плотно накручиваете после того как вы накрутили уточняю или да я не могу закрепить вот этот станок он хоть и не вибрирует ничего не решил вот так вот еще кирпич положу сверху чтобы держался никуда не ехал в это тоже важно чтобы мы важно закрепить я потом просто прикреплю и отполирую нормальные образа показывают изначально как это делается как вообще полируется вы включаете станок раз и вот круг далее берете на матрике пасту опять же смотрите ситуация такая эту полировку полировку эту всю пасту вот это все что будет лететь это тоже нужно собирать если сейчас поставлю отсюда картонную коробку то я не смогу вам показать я просто сейчас покажу а вы сразу делайте по-человечески и собираете вот эти все шлифы они будут вас копиться годами месяц два три год два три но в дальнейшем когда вы передадите на финажное предприятие и вам сделают почистят вы получите там 50 100 грамм чистого серебра это просто копится годами вот это ваши есть угар потери и так далее она конечно не бывает быстро но тем не менее по чуть-чуть там как говорится по чуть собирайте и кто будет напишет этаж серебро херня какая серебро тоже деньги собирайте а в нынешних реалиях это офигенные деньги и так полируем и таким образом полируете всю цепочку дальше у цепочки получается в частности у шапарда у якоря четыре стороны как бы вы смотаете перевернете тут же и и опять намотали полировали следующую сторону и таким образом вы проходите четыре стороны четыре стороны и после уже ваша цепочка будет полировать полированная шлифованная и дальше уже можете по чуть-чуть просто по чуть-чуть подшлифовать где-то подполировать а лучше это сделайте бормашиной потому что поверьте это очень больно когда она матывается и захвата вы захватывается там ладно палец посечет там руку кожу там она заживет у меня отрывало пальцы конечно это неприятная история не очень хотелось бы рассказывать но я расскажу потому что должны знать что это тоже травмоопасно не отрывало пальцы слава богу мне попался нормальный хирург и мне пришел вот эти два пальца у меня вот так паланки были оторваны потому что это был бисмарк там порядка где-то 60 70 грамм и его намотала и еще даже самая техника безопасности не застегивайте цепи они должны быть в расстегнутом но тот момент это была предновогодняя спешка я старался быстрее 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 сделать так что ребят не повторяйте мои ошибки я здесь для того чтобы вас предупредить о том что бывают такие ошибки конечно не стоит бояться бояться полировать потому что ну это часть нашей работы это финиш это вот блеск это лицо изделия поэтому я в коробку и полировать вы тоже в коробку будет полировать как угодно можете шлифмашинка можете трясти в бутылки и так далее у кого на что там фантазии все и через какой-то момент я сделал вот так вот и покажу вам хорошая красивая изделие ну что народ я закончил готовая цепочка плетением шапард замок просто бомба сейчас я вам продемонстрирую смотрите тогда очень стильно смотрится просто вот кайф знаете это тот момент когда от своей работы просто реально кайфуешь вот так это выглядит я вам еще поближе потом подсниму красиво покажу и так далее ну а сейчас ваша рубрика денежки чем мы остались за этот период пока ты снимал эту серию я потратил бы мне были следующие расходы 500 рублей я отдал человеку чтобы он не вытащил проволоку которая 2 2 2 миллиметровая чтобы сделать этот шапард дальше я купил заказал в интернет-магазине загуглите сами там любой интернет-магазин который работает пожалуйста там я не хочу я не буду делать рекламу и так далее мне никто за это не платит в общем вот проехали доска вот эта маленькая тигель как я вам показывал пилочки 30 паста полировали на и круг вот которым я полировал эту цепочку и купил я бензин для горелки и того у меня расходы в 1665 рублей того у нас сейчас что мы имеем в сухом остатке деньги 36 530 рублей и металл у нас за вычетом вот этой вот цепочки шапард которая весит 46 8 а угаром 55 30 180 грамм 22 миллиграмм вот эта цепочка выходит в продажу кто захочет приобрести ее пожалуйста 9360 рублей я торговаться не буду мне не горит это продать скинуть я знаю как она круто сделано для просто вот прям щупа не знаю она пропитана любовью и так далее это человек который приобретет реально будет кайфовать я не могу делать тоннами я не завод и не в какая-то фабрика которая выпускает и годит там чтобы быстрее быстрее у меня нет такой задачи у меня задача сделать классное изделие и показать насколько классно я делаю свою работу вот собственно говоря вот такая история ну а что будет дальше а дальше будет все очень круто настолько круто что я даже не представляю вот точнее даже мечтать об этом страшно я хочу как я и говорил в какой-то момент я сказал что я хочу запустить какую-то коллекцию попытаться сделать коль колец по типу обручальных но с какой-то офигенной фактурой там типа под кратеры под какие-то насечки штампы и так далее вот это я хочу сделать мне прямо это заводит но при этом при этом знаете нужно какая-то изюминка и тут появился на моем горизонте человек который занимается метеоритами он не дал вот такой метеорит попробовать посмотреть что он как он выглядит это офигенная штука такая вот она посмотрит кусок на кусок железа на самом деле вот с таким вот ну это отпиленный кусочек от метеорита выглядит вот таким вот образом просто бомбезно представляете в каждом кольце например будет кусочек метеорита который прилетел хрен знает откуда миллиард миллион миокси хрен миллиард лет тому ничего толком и не знаем представляете такая поддержка с космоса я даже не знаю то есть я прям вот ощущаю вот этой по нему за понимая что это же угол в голове не укладывается что это такое вот вообще то есть но все равно эта штука будет обрамлена в серебро я отпилю кусочек и буду такими небольшими вставочками вставлять кольцо я думаю что вам будет интересно а кто захочет заказать пока я буду готовиться к изготовлению может быть по напишет под этим видео скажет олег сделай мне это кольцо это будет прям реальная авантюра я не знаю там что как почему давайте например назовем так цену 2000 рублей будет кольцо сделано вот захотите вот просто вот вы как это отдаетесь в руки мастеру будет офигенное классное крутое кольцо с метеоритом за 2000 рублей это первому человеку я готов так сделать который рискнет и получит офигенно кайфовая крутую вещь классное предложение я уверен что будет классно что найдется человек который захочет а у меня уже появились заказы первые заказы на пока вам не буду говорить что это за заказы потому что многие писали сейчас там кризис и так далее ребят те кто работает те кто верит вот как только ты начинаешь верить знаете вот как сила притяжения и так далее и люди начинают писать дружище мне сделаем не сделаем не подарок сделаем не там еще что-то там себе хочу это порадовать и так далее все будет все у вас будет на этом вам прощаюсь с вами маргун ювелир всем удачи здоровья ну и конечно же будьте чуточку добрее а